всем приятной жизни это шашлык и мы продолжаем играть героев шесть героями чайной 6 так давненько у нас не было выпусков давненько я уж и подзабыл чего мы тут играли но мы проходили компанию ага ага и мы закончили мы закончили компанию да на то есть за людей первую вот это вот первую вводную компанию и теперь нас ждет компания некрополиса компания некрополиса так сложность ну нормального поставлю я не профессионал вот так черт можно за плюсик выбрать портрет жить и вот это мне больше нравится кстати давайте посмотрим да вот это у меня так волосы развиваются прикольно так специализация мастер агонии получает умение агонии с увеличенными на 10 процентов урон мастер нича нет я буду играть ухты волшебник 40 единск мани это кстати очень хороший перк потому что мама всегда не хватает плюс один остальные дипломат дипломатия усеяну дипломатия это читерство но я не знаю как правда в шестой но кстати вот это неплохо ладно я наверно знаете блин вот это конечно ледяную глыбу может взять нет единственный доспех однозначно не нужен вот ухты два лича в неделю мастер молнии блин круто молния чародей мастер боевых личей землекоп сколько тут разных мастерного становления овощи некромантом как бы не преснуть лицу вот искусный казначей ладно пусть у нас будет некромант все-таки колдуном поскольку ну некромант моем понятии это некий темный маг я думаю что вот так склонность это у нас к войну это у нас к магу нет меня гония вот 40 единиц мани все одобрить а ввести на главного героя так но я даже не знаю ну давайте а тот у нас как назывался тот у нас я не помню как назывался наверно шашлык назывался ну пусть это будет интересно тут русский язык можно шашлык вот так вот можно он отлично вот так можно начинать первую кампанию мы думать давайте начнем да начнем пожалуй выберите особенности династии сужить и я это уже все позабывал как темное обновление восстановить маны героя вот это неплохо да страсть если в начале хода главный герой находится в городе он получает 6 и 10 предвижения великий артех а да 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 чё то я такое помню чё то я такое помню 5 единиц дерева и руды прославленный полководец боевой дух на 5 месяцев до следующего боя охотник за артефактами так это прирост какой-то прирост со самих продлежьте возрастает на 3 неделю благородный скаконус так давайте наверно некроманты давайте возьмем им прирост я думаю вот потому что количество у некромантов обычно роль играет они часто берут количеством и я возьму прирост основных существ думал он должен помочь так и что черный ага вот загрузка пошла когда правосудие отдыхает смерть трудится за двоих вот такой вот я не знаю что нам пишут что ж посмотрим играть за некромантов блин конечно я не очень люблю темную сторону поиграем за темную сторону нажали мы любую кнопку и что тут у нас проснись анастасия это наверное сон я ускользаю во тьму мне надо проснуться тени клюв это ты тетя светлана ты здесь разбуди меня с возвращением и здесь он мне так холодно где я он непонятно о дитя мое ты была мертва а теперь уже нет для тебя вернула беру на некроман но как быть того не может где у рель у рель в порядке он думает что ты мертва изливает свою горечь на тех кого подозревает в убийстве на безликих безликих они вернулись зачем им меня убивать не тебя вячеслава у рель обвиняет безликих что они завладели твоим разумом чтобы заставить тебя совершить ужасное преступление ты убила своего отца я отца отец мертв нет антон просто взял и заколол меня в сердце как мог мой собственный брат убить меня он же знает как много я училась чтобы стать жрицей элирата я любима ученица уриэля не разыгрывай невинность анастасия уриэля ты уже не просто учитель и старательная ученица он защищал тебя со страстью больше чем святость выходит жизнь в царстве мертвых цена которую я должна заплатить за то что люблю ангела это несправедливо справедливость здесь не причем у тебя есть выбор ты можешь закрыться в замке и надеяться что тот кто управлял твоим разумом никогда тебя не найдет или изучать искусство некромантии чтобы усилить свой разум и защититься от вторжения слушай свою тетю когда можно начать ну думаю нам сразу предложит начать да конечно не очень она похожа на шашлыка вот учитывая что это девушка ну пусть у нас будет девушка шашлыка чего почему да да не совсем это то чего я хочу так и чем мы будем брать вначале давайте посмотрим чего не из магии тут имеются чем че какие варианты есть чтобы родиться штормовый ветер манья поскольку она у нас колдун так восстановление блин а у нее то ничего особо такого и нету осушение так надо бы потом разобраться блин у меня такого ничего пробивного и нету вот мы наверно возьмем молния на пятом уровне из атакующих заклинаний да мы наверно возьмем молнию потом возьмем цепь на 15 это у нас будет атакующие заклинания а пока вначале он пожалуй возьмем мы пожалуй возьмем себе логики хотя зачем мы такого черта мы подобрали эту магию ну ладно мы возьмем логистику наверно чтобы дальше ходить такое универсальное умение но она помогает я считаю потому что я не просто не что так в компании в принципе упор всегда на деньги ну хотя я не знаю нужны ли они на первой части давайте анастасия это упыри души убийц которые мы в наказание заключили в телах нежити ну надо же у нас много общего ерунда эти духи лишились свободной воли они будут слушаться тебя беспрекословно замечательно то есть они сейчас к нам да они сейчас к нам присоединяться так ну давайте попробуем с подбираться со стражами так атаковать я надеюсь сейчас не будет никаких ошибок вылетов вроде бы пока не так что умеет делать упыли давайте-ка почитаем их способности мертвая плод на 20 процентов меньше урона получают его боевой дух нейтрали на сопротивляемость к урону увеличена на 20 процентов он не посправить я дублением слепоты и управления разумом так возьмусь к свету то есть понежите нужно бить магией света и безстрастность безразличный капсомонер прицессов невосприимчивым к влиянием на боевой дух так вот такой вот у нас так никакой магии у нас нету у нас есть только удар да как обычно первый ход лучше по пропустить так вот они вот у нас получается подходят как раз мы лучше отойдем вот этот на одну клеточку чтобы и тут ну сейчас еще раз долбанем вот этого стражи а теперь упырями подождем посмотрим вот видите они подходят на по одной клетке они как бы ну это же комп он глупый мы можем еще на одну клеточку сейчас отойти и он опять нас не сможет атаковать а мы сможем бить героем то есть вот эта тактика она на самом деле давно известна она по моему пятых еще работала вот еще мы можем только перенавить лечке надо отойти потому что этот доставал и опять мы можем атаковать и таким образом мы как бы снимаем по максимуму максимально возможный урон наших точнее урон был максимального возможное количество стражи снимаем героем а потом уже идем основными существами не знаете чё их бы наверно разделить бы на две части было бы неплохо я так думаю к давайте разделим вот так вот да по 27 самый раз об очки еще нам уровень дали так давайте что-нибудь возьмем какое-нибудь умение вот я вот знаете я всегда за то чтобы брать умение знаете какое я всегда беру тактику вот расстановка существ тактика второго уровня абсолютно нужно но расставить правильно существа в начале это залог победы зачастую лучше и лучше тактику брать вот так костные войны что они там они к нам присоединяются замечательно анастасия не думая костяных воинах как о солдатах выполняющих команды они продолжение тебя самой я поняла это как запускать змея ты держишь за веревку и ты же управляешь ветром когда ты змеи то запускала всегда ведь сидела за книгами антон сделал два змея мне кириллу мы были маленькими тогда мама еще не ушла и день был такой красивый а потом змей кирилла пробил окно часовни я думала госпожа валеска нас убьет помню вячеслав и и отговорил грифоны есть грифоны мне не хватает отца скучаю по нему забавно что она обращается к нам анастасия х здесь везде пишут что шашлык то есть что мы шашлыками анастасия могли бы доработки так ладно давайте нападем на вот эту армию атаковать жить и нам не охота особо не хочется драться опять вот этими вот но лучники я их уже ничего интересного просто пропущу я быстрым битвам быстрой битвой так шея полюс один здоровый дружественных существ вот это кстати очень мощный артефакт вот это очень мощный артефакт для некромантов я не знаю как шестую версию например той же 5 версии так себя в компании золото хотя здесь наверно это ошибка но там всегда некроманты брали числом скелетов у скелетов у них и так мало здоровья там один или два вот ну что-то такое очень мало когда вы добавляете им плюс один это просто нереально у вас 1000 скелетов да и не допустим всего там две три тысячи здоровья от них становится уже 4000 здоровья 3 4000 здоровья зависимости от изначально это вообще колоссальное усиление поэтому такие артефакты которые добавляют один танк урону кажется вот для ангелов да это слабо вот у него там 250 здоровья и у него станет 251 вообще незначительно для ангелов к примеру для архангелов но для скелетов которых толпа это очень мощный артефакт то же самое с уроном от архангела 50 урона мы добавим 1 на 51 но у скелета у которого всего 2 а тут вдруг стало 3 это прирост 50 процентов ничего себе поэтому для некромантов то такие артефакты вот он видимо не просто так тут лежал а он видимо как раз таки чтобы нам показать какие артефакты такие нужны не командам так костяные войны опять вы к нам присоединитесь если я выйду из этих тоннелей то окажусь в сердце священной империи сокола где меня казнили за убийство герцога грифона любопытно ты предпочла бы чтобы я похоронила тебя в могиле нет может скажешь мне зачем мы здесь где-то наверху святая инквизиция держит узника которого подозревают в управлении твоим разумом я хочу лично задать ему несколько вопросов мы собираемся освободить того кто убил отца не мы а я что-то говорит мне что виновен он не больше твоего а ты тем временем должна стать сильнее чтобы защитить свой разум так вот так ладненько давайте примем этих скелетов еще конечно же принять кстати я их наверно тоже разделю на 2 стека вот так вот будет удобней так жива дракона восстанавливает сумма но но нам манам понадобится вообще конечно надо пару заклинаний взять я вот наверное зря не брал заклинания потому что одно заклинание так конечно же преследовать и драться с ними тоже так вот тут каменную кучку забыли посетить давайте поднимемся наверх новая цель науки информацию действиях инквизиции так давайте сразу завалим этих стражей двадцать пять стражей ну не буду ясно играть думаю вряд ли вам интересно на это смотреть и вот наш следующий уровень давайте возьмем себе заклинание сами умения мы взяли все-таки это у нас маг будет потому но штормовые стрелы я не хочу чего нас земли есть атакующего атакующего в земле особо не на кто а вот в воде есть как раз таки это ледяная гриба которая потом в принципе может преобразиться буран и в кольцо холода это довольно сильное заклинание вот а воздух естественно в цепном молнии давайте возьмем эту хотя здесь принципе нету стрелочки то есть не обязательно брать ну ладно я атакующего магию воды все-таки возьму вот у нас такой атакующий маг в компаниях правило армии небольшие у противников поэтому я думаю нам не нужно беспокоиться о том что но как когда играете вот на карте до против реального соперника у вас могут армии вырасти до такой степени что урон от маги он будет совсем незначительным и соответственно вы только зря потратите зря потратите но свои очки его вот давайте слушать я с ними хочу подраться так с этими оргами так ага это лучники отлите они по углам стоят войны в серединке то есть вот вроде бы все правильно расставили да но всякие препятствия есть вот мы возьмем перед видим чтобы он не напротив препятствия стояла вот по свободе а этого соответственно сюда тут все равно бревно а можно вообще его так поставить чтобы он если что закрыла лучника то есть разные делают но это поставлю да вот так вот а этого наверно сюда чтобы середина чтобы они разделились то есть тактика умения полезную тактику но я так считаю я не говорю что я как говорится истина в последнем станции а кстати вот видите индикатор жизни включил галинами перри 10 нам попроще играть так чем этом взяли из магии нога 91 единица ух ты это 4 ура а мы мы сможем замораживать да то есть вот эти карты они все они больше никуда не пойдут то есть они следующий ход будут замороженные так пропустим пропустим теперь шандарах мы вот так вот и шандарах не вот так вот не за стоит ли бить этих гарпик да наверно шандарах не хотя зачем я это замораживал непонятно действительно это чего у нас такое некромантия поднимают дружественные нежить в количестве зависящим от разумера вашей армии о слушайте так у нее это вшитое умение поднятия нежить из здорово так ладно вы пока в защиту ставьте вот одного убили мы его берем и воскрешаем все проблема решена так чё на заклинание ага раз прихода можно кастовать так подбегите 27 поближе 710 а ну-ка подождите потом сначала мы снимем их вот кстати как раз до 7 сняли теперь добиваем все просто без потерь заканчивается но я понимаю что битва простая не нужно забывать о таких мелких возможностях закончить битву без потерь так 2 единицы к дальности передвижения по суше это замечательно отдела ботинки вот эти ботинки очень нравится так давайте еще с этими границами подберемся наверное не будем уже с ними если так он да он никого не потерял не будем с ними драться битва не такая уж интересная так все взяли мыша а ой я и забыл это шестые герои точны 3 не 5 там не 4 вот это 6 здесь и чтобы захватить шахту здесь нужно захватить форт который удерживает эту территорию давайте поищем этот форт а кстати говоря вот у нас тут и армия с послушницами это я как раз хочу подраться по-хорошему хотя и без потерь но я думаю я не лоханусь и тоже без потерь проведу эту битву а тут вот этот флаг вот смотрите отряды находящиеся возле флага сбора получают 5 единиц удачи и боевому духу так вот что я вам хочу сказать боевой дух у некромантов даже если мы сюда поставим он у нас действовать не будет потому что некромантов нет показателей боевого духа то есть они как бы мертвые у них нету понятия боевой дух а вот удача у них есть поэтому все равно выгодно занимать это это место чтобы были удачного таки так вам давайте начнем битву опять же вот кто из них дальше ходит да вот этот он явно ближе подходит ну и отлично берем и сразу стартуем среди на это бац и он уже никуда не пойдет все эти пока ждут а лучниками ну давайте пока зафокусим как говорится о вы сейчас с прямой стрелы нет не с прямой давайте стукнем по послушницам три послушницы теперь раз и все 6 умерли все проблема решена и никто не пострадал все эти двое в защиту становятся и ты в защиту и ты в защиту все все замечательно ой это уже следующий ход до прошел ну ничего страшно вот так 1 2 1 2 так сейчас мы по тебе все вот так вот времен теперь 5 7 я думаю не ответят они не убьют никого естественно добиваем все спокойно тоже выигрывается бой без потерь все легко так давайте возьмем кундучок полторы тысячи опыта а я думал нам уровень так что тут за суток ослепление целевой вражеский отряд не может перемен а ну это ослепление стандартное заклинание героев я думал это какой-то а чё его нельзя или она мне книжку заклинание добавилось а да вот боевой один заряд ослепления ну думаю пригодится выйдем и против людей на них как раз таки ослепление действует ладно думаю на этом этот выпуск мы закончим большое спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал получать удовольствие от жизни с вами был шашлык